добрый день а вы из армении да вот это порядочно я считаю что армения и азербайджан должны жить мирно и дружно я вот например считаю карабах территории азербайджан даже так вас плохо слышно можно чуть больше звука да ну вот сами смотрите карабах там же должны жить там же и армяне живут азербайджанцы должны жить мирно в азербайджане зачем вот эта война я не понимаю я знаю армянина с азербайджана вот он в баку живет смотрите да он тоже считает карабах армении при этом живет в азербайджане такая шкадр знаете что было с чего все началось началось 88 года когда незаконно пытались учел в советский союз был пытались передать карабах в армению да но это не было законно никто не признал советском союзе когда был но потом он распался и международный как сказать международные инстанции тоже не признали то что карабах это армении все страны даже сама армия считает карабах азербайджаном неотъемлемой частью не подождите подождите давайте поочередно пойдем мы незаконно хотели 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 чтобы советский союз ну правительство советского союза отдала на управление карабаха армянской сср правильно да 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 мы хотели они просто подумали что мы просто говоря просто договорить договоримся с советским руководством и карабаха дадут нам как как причем сталин тридцать втором году просто взяли и отдал день ну поражите азербайджанская демократическая республика внутри входил и карабах и даже зангазу это после развала российской империи восемнадцатый год 17-18 плюс минус да и они были азербайджанская демократическая республика можно посмотреть даже по моему несколько стран признала за короткий период по международному праву это не было их территории ну тогда тогда международному праву и украину не все были признали там только признал по моему германии там еще несколько стран франция это так далее не все признали он украинскую народную республику после развала это ж тогда пару лет только государством было который образовались но именно там как контролировал вот эту территорию азербайджан а если говорить о контролировании шла там война они контролировали там контролировал все таки там можно посмотреть пограничников азербайджанских adr которые были и так далее у которых и специальные были нашивки тогда это можно посмотреть исторический факт а вот хорошо вот это если абстрагироваться все вот я вижу в адекватный человек там умно рассуждать и кому выгодно напряжение между азербайджаном и армении ведь не армянам не азербайджан сам это не выгодно вы соседи это не выгодно когда между соседями какие-то очень сильные конфликты идут войны и так далее как вы думаете кому выгодно дестабилизация на кавказе не до других не азербайджане не армении конечно других скажем начнем с одного их правительством и нашими и пашиняну не выгодно пашиняну не было выгодно потому что уже была началась война да да ну и довольно ему тоже не выгодно было и он понимал что карабах тоже не признает потому что даже армении не признала почему вот хорошо для меня вот всегда было интересно почему армении признала карабах по крайней мере независимость мы уже не говорим чтобы армения признавала частью своей да а независимость карабах когда в 94 году сели на 100 переговоров тогда решили чтобы не признаем потому что если одна страна признает независимость карабаха то все начинается война не это нелогично почему это логично потому что если одна сторона говорит да все я признаю его что хочешь сделать это так ты работает объясняю почему россия оккупировала украины крым и признала крым то что это ее часть но при этом война не начинается вводятся санкции на россию рубль был 29 доллар к рублю сейчас уже там сколько 80 практически это санкциями работы армении россии не ставьте на одну полку